Надеваем мотор. Ну что ж, друзья, учитывая, что сегодня у нас четверг, 10 часов по Москве. И по нашей доброй традиции сегодня, по нашей старой традиции, в канун Старого Нового Года, наверное, так будет лучше, мы с вами вещаем, и, конечно же, со Светланой Лавровой, которая готова-готова отвечать на ваши вопросы, друзья. Задавайте любые вопросы, конечно же, которые мы сможем, и Светлана сможет ответить, и я смогу их озвучить. Приветствую всех вас, поздравляем с наступающим и в этот волшебный вечерок. Светочка, привет! Всем привет, ребят! Да, с огромным удовольствием опять у вас. И хотелось бы мне, ребят, сразу же первым делом ответить, знаете, на какой вопрос. Так получилось, что мы сначала решили сделать детокс-марафон, посмотреть, насколько готовы люди. Но очень много отзывов в процентном соотношении, что люди начали писать, что детокс не интересует, мы уже это прошли, нам нужно сразу же вот на тот марафон ехать, который будет у вас второй ретрит глубокий. Мы хотим именно на него. И у нас, ребят, дошло до того, я в эфире уже озвучивала, в нескольких эфирах я озвучила, что мы не всех будем туда брать не потому, что мы такие вот крутые, а потому что это достаточно такая, ну, ответственность большая, и мы это осознаем. И, наверное, хотелось бы уже тех людей в глубоком ретрите видеть, которые уже понимают, что они хотят, очень четко понимают, не поиграться туда приехали, получится, не получится, насколько вы готовы меня перевести в автономию. Именно из этих соображений мы как раз и говорили, что не все туда будут. Но так получилось, что уже два человека у нас купили билеты на второй ретрит, причем в те числа, которые не совпадают с тем, что мы планируем, потому что мы не люди, то есть мы сейчас находимся по второму ретриту, не по первому, а по второму, на стадии согласований, в каком мы будем отеле, вообще в каком городе. Вот, и люди, мне даже одна женщина написала, говорит, ну вы же меня не выгоните, я уже купила билет. Причем купила она, если у нас есть предположение, что мы его сделаем 14 марта, но это еще не точная дата, это будет зависеть от отеля, то она купила, две женщины уже купили на 1 марта и готовы ждать ретрита в каких-то съемных помещениях, чтобы мы их не выгнали. Ребят, никто не будет никого выгонять, ну просто, мне кажется, что это, ну так, наверное, не очень комфортно, да, что мы все-таки хотим, чтобы вы были на позитиве, а вы за две недели там, наверное, измучаетесь в каких-то съемных квартирах и приедете на ретрит уже достаточно уставшими. Поэтому хотя бы нам пишите тогда, что вы готовы ехать, как, что, я думаю, что мы все равно как-то более лояльно будем ко всему этому относиться, но то, что вы будете где-то жить в течение некоторого времени, непонятно где, пока мы еще согласуем, что у нас будет, ну блин, ребят, вы просто устанете и будете уставшими на этом ретрите. Вот это вот я бы хотела озвучить, чтобы вы уже четко понимали, списывайтесь с нами. С одной стороны, это радует, вот, а с другой стороны, есть такая пословица, друзья, если человек пришел раньше навстречу, то это говорит о том, что у него беспокойный ум. Есть над чем работать, мои хорошие. Хорошо, благодарим за доверие, конечно же, милые девушки, милые женщины, это очень приятно, но все-таки две недели, это очень большой срок, понимаете, да. Да, если нет вопросов, вот я смотрю, заглядываю, тут у меня YouTube идет, в YouTube пока нет вопросов. А я просто смотрю. Ага, а если нет вопросов, есть? Нет, нету, нету, нас только приветствуют здесь, в Суме. Всем здравствуйте еще раз. Я бы хотела тоже ответить на такие достаточно частые вопросы, которые задают. Чем отличается марафон в клубе от марафонов, которые я веду через интернет, от марафона, который будет в Сочи, и от ретрита, который будет, скорее всего, в Абхазии. Ребята, это все разный уровень глубины познания, осознания самого себя. То есть в клубе это ребята, когда мы идем единомышленниками, мы идем в одном процессе, нас очень много человек там, и у всех такие клевые, классные результаты. Вы в общем чате делитесь своими результатами, мы обговариваем больше, наверное, какие-то психологические темы, как, что. То есть, конечно же, я даю какие-то небольшие методики, но они совсем-таки небольшие относительно. Что сделать, как сделать, как облегчить состояние, как лучше зайти, как лучше себя как-то, себя начать познавать, узнавать. То есть они такие поверхностные, и там у нас в клубе, наверное, как-то, как-то весело и по-домашнему. По-домашнему, потому что мы там обсуждаем такие интимные темы, которые, естественно, на открытых эфирах они не поднимаются, потому что не каждый готов это высказать. В эфирах мы бываем, бывают просто люди подают заявки, и мы несколько человек выходим в эфире. Что касается марафоны, которые я провожу через интернет, это уже марафоны с глубокой проработкой. Это те люди, которые не могут лично присутствовать в тех марафонах, которые мы начали делать вживую, по разным причинам. Либо они живут не в России, либо еще что-то. То есть абсолютно разные причины, которые есть у людей. Всех у нас есть какие-то причины, почему мы не можем встретиться. И там мы как раз прорабатываем практически индивидуально каждого. И там у ребят, конечно же, абсолютно другие результаты. Они уже более глубокие. И они на другую глубину уже. Что касаемо ретритов, которые будут выездные, то есть детокс-марафон мы вообще делаем первый. Первый мы его делаем. Почему? Потому что я хочу посмотреть людей, очень многие мне пишут. Мы готовы идти в автономию, мы готовы идти в автономию. Но не все, на самом деле не все готовы идти в автономию. Наверное, процентов 70 готовы поиграть в автономию. Это разные процессы, ребят. И именно детокс-марафон, это для того, чтобы вы познакомились, что такое автономия. Чтобы мы в общем поле пообщались, чтобы вы чувствовали, что это такое. Чтобы вы поняли, что это такое. надо вам или нет потому что многим достаточно комфортно жить здесь это нехорошо и неплохо это клёво что вы это поймете именно поэтому вот этот детокс марафон он и сделан для того чтобы для понимания для понимания себя а ретрит это уже конечно же для тех людей которые уже четко понимают что им это нужно но им не хватает какого-то пинка так скажем да какой-то последнего этого щелчка чтобы они уже перешли с свой рубеж тот который который они уже усвоили на пять с плюсом и чтобы им идти чтобы им сделать следующий шаг вот этот ретрит конечно он уже для них но там он будет достаточно глубокий там будет там будет полное перерождение вот поэтому именно именно поэтому мы и не планируем что туда приезжали все не каждый эмоционально и физически готов к этому к этому перерождению это не игрушки ребят это действительно очень сильный разгон психики поэтому вы четко должны понимать и осознавать что такое поэтому думаю я наверное рассказала что такое в двух словах чем они отличаются один от другого и конечно же я на каждом из них с огромным удовольствием вас жду и максимум конечно же вам дам на том уровне на котором а вы готовы принять эту информацию светочка у меня еще к этому есть что сказать относительно детокса и добавить и относительно того что мы второй ретрита делаем марте на самом деле друзья очень важно марина пишет тебе браво света вот на самом деле друзья на самом деле очень серьезно даже на детоксе вы можете получить на детоксе очень глубокий опыт во первых даже на детокс мы будем уже брать людей которые пройдут собеседование так скажем типа анкетирование потому что очень важно у кого какой был опыт за спиной друзья какой опыт чисток различных всевозможных какие у вас диагнозы мои хорошие и даже того что был ли опыт это очень важно каких-то психоделиков если вы принимали психоделики это очень важно потому что получается что много было всяких причин и вы приезжаете чтобы получить следствие и мы как раз на следствие здесь вот знаете как не знаю как это назвать но как две акушерки да соответственно нам нужно знать всю историю протекания этой беременности да получается вы хотите родиться переродиться и так далее а что было до того мы должны точно знать сколько когда и с кем вот до этого поэтому поймите что это очень серьезно спасибо да ребят здесь как раз вопросы появились я бы хотела ответить так марина скажите когда в итоге если мы говорим про личный марафон когда мы встречаемся с вами то детокс он будет проходить с 14 февраля по 19 февраля а ретрит глубокий он будет скорее всего это 90 процентов еще не 100 если мы утвердим отель то это будет с 14 марта но он будет чуть подольше там будет 7 дней этот будет 5 дней 6 ночей детокс марафон который с 14 февраля а с 14 марта там уже будет 7 дней скорее всего в абхазии но вот если мы утвердим эти даты то тогда уже будем будем с вами общаться и будем тогда уже понимать сколько нас будет человек чтобы понимать какой отель потому что там же тоже ребят все все же хотят чтобы мы выкупили не полностью весь отель а полностью весь отель выкупать но сами подумайте там отель стоит сутки 90 тысяч рублей я уже говорила это за сутки за одни сутки а у нас будет либо детокс это будет 6 суток 5 суток получается либо уже ретрит он будет 7 суток то есть это достаточно такая ощутимая сумма и мы понимаем что как бы она ну нужно ее как-то скомпоновать это ты знаешь почему я начала улыбаться ты наверное не заметила мне когда ты говорила 14 февраля 14 14 марта мы начали тоже 13 да даже 14 у нас декабря началось твой заход 14 марта друзья вот давайте эту цифру 14 так поддерживать и чтобы легче было довести отчет не с понедельника не с первого числа вот 14 вот тогда следуя вот таким скажем нумерологическим традициям сакральности вот этой что света открыла для себя это 14 число мне она тоже нравится у меня 14 числа родился первый сын да и кстати сегодня у нас с вами сегодня старый новый год и завтра 14 число все таки новый год 14 вот здесь вот у нас тоже есть вопрос от жанны сейчас я его зачитаю мои хорошие если на третьих сухих сутках была отрыжка желчью нужно ли делать детокс пить тыквенный смузи с зеленью а если вы если вы уже выходите с сухих дней то выходить нужно все таки обязательно с полынью потому что нужно желчегонное если вы собираетесь дальше будет на сухих днях то конечно же нужно слегка слегка промять печень чтобы ее не перенести куда-то потому что я уже говорила что на сухих днях у нас очень подвижные внутренние органы вот поэтому очень аккуратненько походили на пяточках взболтали себя хорошенечко слегка слегка помяли печень потом я вам говорила ребят уже вот про это колесико которое не всегда должно быть рядом с вами немножечко прокатились чтобы внутренние мышцы помяли печень так как нужно печень почки то есть все вот это вот сделали такой внутренний массаж себе да и после этого не бойтесь что вам хочется хотелось 5-7 дней а вы тут как вы так пойдете будете выходить не надо себя корить это нормальный процесс попейте полыни если вы не захотите дальше кушать можете спокойно заходить на следующие сухие дни то есть у вас будет очищение организма оно будет продолжаться мы же идем не к тому чтобы намотать часы сухие а мы идем именно к тому чтобы очистить максимально свой организм вот и чтобы очистить максимально свой организм если вы чувствуете что с желчью что-то не то с желчным пузырем попейте не не бойтесь выйти из этих сухих дней попейте вот этот отвар и вам будет намного проще и римочка сейчас еще добавить да во первых я тоже когда нам было не очень хорошо на первом да на нашем первом слете в декабре мы также попили полыни продолжили вот и я вот по скалке могу сказать вот проминание очень хорошо если светочка говорит про печень проминание как расправа вот подреберья и чуть-чуть налево и переходит хвостик да вот по печени от росточек этот вот действительно очень хорошо продавливать воткнули перпендикулярно и чуть-чуть под ребро и подержали минуту-полторы скалочка прям великолепно действует ну они не в любой как говорится форме могут подойти но вот мне нравится это какой бы стороной я не повернула у меня вот это идет проминание так что волнуйтесь друзья спасибо да тут еще вопрос как избавиться от слизи в горле слизь в горле это нужно понимать что это чаще всего это как раз у нас идет отмокание носовых пазух вот этой вот слизи ну сопли проще говоря да и они по задней стенке горловины у нас стекают именно поэтому мы чувствуем вот эти вот неприятную слизь что сделать чтобы ее не было знаете в аптеке есть я детям покупала и мы сколько лет уже пользуемся называется она как-то долфин долфин по моему а такая пластиковая штучка промывать нос можете если хотите чем-нибудь другим промывать но слегка под соленой водой и все больше ничего не нужно никакие дополнительные травки ничего промывайте носовые пазухи потому что когда вы смаркиваетесь вы вы смаркиваетесь только вот отсюда вас идет когда вы промываете у вас отсюда начинает выходить и вы сами удивитесь на сколько у вас всего оттуда выходит вот попробуйте попромывать носик и вам будет полегче отлично отлично светочка видно ли меня сейчас видно я тут на прочтении от алиси вопросик именно какие травы пропивать для успешной чистки хочу комплексно подготовиться за эти два месяца ваши рекомендации по пунктам чтобы было наиболее эффективно сколько клизм день делаете до какой степени и так далее ну вообще на общую аудиторию индивидуальные об индивидуальных чистках конечно я говорить не буду потому что каждый начнет применять на себя кому то это не подойдет будут негативные последствия если вы хотите вы можете либо в клубе мы достаточно более индивидуальных к этому подходим тем более у нас сейчас идет неделя чисток вы там можете задать вопрос и более глубоко этот вопрос для себя усвоить либо индивидуальная консультация потому что индивидуальные вопросы в обычном эфире в общем эфире они конечно не решаются только из-за этических из-за этических соображений да и техника безопасности так сказать да 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 согласна полностью а так если относительно чисто то конечно же основные классические вы можете всегда найти и сами по отвечать нести ответственность за эти процессы друзья на самом деле да тут еще от лидии вопрос мало пить воду это для всех людей относится или ли это для тех кто идет в автономию ребят как только вы начинаете чистить свое тело тише как только вы начинаете выходить на на сыроедение на мало едино молой на моно сыроедение то вы понимаете что жидкость вам уже не нужна вы уже вас не будет потребности в этой жидкости и она потихонечку сама отпадет через силу что-то заставлять себя не пить не нужно потому что если вы хотите пить значит ваш организм хочет еще что-то вывести ему нужна помощь в этом все что мы делаем через силу она потом как ну как будто бы пружину стягиваю она потом все равно выстрелит не нужно ничего делать через силу нужно все равно очень чувствовать свой организм очень чувствовать свое тело это очень важно я с вами на детокс и в марте у мария здорово наша мария юрьевна мария юрьевна ну тут отчество нет хорошо мария если что напиши если это ты что делать если тошнит зеленым на десятом дне а все то же самое то есть это тоже самое про немножечко промять печень походить на пяточках посмотреть насколько вам станет легче если легче не становится то все таки желчь нужно помочь ей выйти нужно все равно попить теплый раствор полыни и можно будет идти дальше не обязательно начинать кушать если вы не если вы себя после этого будете хорошо чувствовать но прислушивайтесь к своему телу через какие-то аскезы идти не нужно после рано откинет все с огромным удовольствием полынь просто любовь моя теперь светочка напомни как мы заваривали на литр на пол-литра на пол-литра горячей воды мы заваривали пол чайной ложечки без горки полыни круто да я помню что пол пол чай пол ложки а такое уже не помню потому что каждый заваривал кто что гораст но все было вкусно вообще великолепно мария пишет я хочу к вам на 40 дней мария на 40 дней в любом случае пойдут только те люди с которыми мы будем встречаться на ретрите на глубоком ретрите потому что 40 дней вы должны понимать что это не просто мы будем жить вместе достаточно большое количество времени это будет далеко не дешевое удовольствие потому что я уже говорила вам сколько примерно стоит отель сутки там должен быть обязательно все эти 40 дней на нужно будет заключать договор с каким-либо доктором с каким-либо врачом чтобы он присутствовал это обязательное условие будет моё как минимум да потому что мне будет так спокойнее люди с разными подготовками даже не говорится о том что вы что-то не досказали вы может быть каких-то вещей и каких-то факторов про себя не знаете это тоже очень важно это мы я мы можем сделать этот ретрит действительно можем быть 40 дней но должна быть такая глубокая подготовка и только после того как я увижу пообщаюсь и пойму что человек действительно может дойти он готов туда идти чтобы это не было что приехали на 40 дней разочаровались уехали с 10 с 20 с 15 дня ели живые доползли до дома все родственники схватились за голову и началось там чтобы вот этого не было конечно же нужно это достаточно серьезно к этому подойти и давай откармливать да 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 света как вы относитесь к чистке зубов на автономии я хорошо отношусь к этому я сама иногда очень люблю почистить зубы мне я как-то возвращает немножечко вот это вот в школьное утро так скажем какое-то юношеское утро поэтому если вы хотите вы пожалуйста чистите единственное что вам не потребуется каждый день чистить зубы вы и не захотите и наверное но это будет ни к чему каждодневная чистка зубов на автономии она уже будет не нужна но это мы говорим про автономию не про сухие дни потому что на сухих днях мы в клубе вчера у нас был эфир вы говорили когда нужно чистить когда не нужно чистить там очень тонкая вот эта вот грань когда у нас идет восстановление зубной эмали а когда у нас идут уже микробы начинают съедать эту зубной эмали она уже начинает нас просто стекать это тонкая грань это тоже нужно учитывать что делать если ломит кости и мышцы увеличить нагрузку ходить больше или бегать может ледяную бочку сугроб снега в этом году хватает вообще если ломит кости и мышцы нужно понимать это на сухих днях или на средне если мы говорим про сухие дни то это у вас идет процесс очистки от него никуда не деться и конечно же чтобы это было максимально комфортно много ходить с обязательно ходим с разной интенсивностью с разной интенсивностью амплитуды то есть а побыстрее помедленнее потом еще немножечко прям совсем быстро то есть постоянно разный от этого организм не смог привыкнуть тело не смогло привыкнуть и у нас лимфа начинает разгоняться это тоже есть тоже стоит учитывать чем мыть голову лучше она в принципе не грязниться мыть голову но сейчас очень много шампуней ручной работы поэтому я думаю что сейчас выбор огромный даже в маленьких городках деревнях там еще где-то можно заказать через интернет где работает у нас но почта россии как минимум везде работает сдэк работает во всех даже маленьких городках пожалуйста сейчас наверное это не проблема заказывайте очень много рекомендаций которые девчонки дают соцсетях поэтому пожалуйста хоть чем а мария пишет да это я вот я просто по аватарке не вижу маленькая такая и отмалия привет ждем тебя дорогая а есть вопросик у нас здесь переброшенный михаила а не могу зайти больше трех суток на чистые сухие ум постоянно уговаривает поесть или попить а так чувствую себя хорошо да у нас тоже есть этот эфир я не помню где он есть либо на моей страничке в инстаграм либо ой ты перевернулась у нас я не знаю что происходит может меня вообще сейчас выкинет вот либо есть эфиры на просто на youtube канале в закрытом клубе мы говорили что происходит с нашей головой когда мы заходим на чистые дни почему нас выбрасывает вас же выбрасывать не просто так голова начала с вами разговаривать это же ваша голова это у вас не проработанные несколько аспектов которые можно урегулировать но в любом случае это как бы сейчас за две минутки не скажешь это нужно либо посмотрите эфиры либо заходите в клуб либо задавайте под под видео может быть в инстаграм вот если эти вот этих вопросов будет несколько то я сделаю эфир чтобы поподробнее разобрать почему так бывает мария пишет ура жить вместе у меня есть столько то евро обязательно скорую помощь и в морг слабаков меня тоже разрешаю если что я просто турист светлана с чего начать и как лучше практиковать сухие каскадом вы знаете каскад вообще не всем подходит некоторые некоторые наказ когда переходят на каскад это конечно здорово если у вас есть сила воли если у вас есть сознание если вы понимаете как этот каскад работает и как работает ваш организм и насколько вы в одном ресурсе со своей головой но бывают такие случаи они достаточно часто бывают что человек когда делает каскад неважно какой два через два три через три там два через сутки и вот когда вот вот эти вот вот это время когда он водит на еду то наверное в 70 процентах он просто наедается он наедается до такой степени и ему причем голова говорит нормально ешь тебя не порвет мы же завтра на сухие опять там там и все все скинем вот такие случаи бывают очень часто поэтому достаточно аккуратно нужно именно с каскадом возможно даже ближе будет я не в ресурсе с головой да это но ты ребят это 90 процентов мы все таки возможно даже лучше будет когда вы будете 48 50 часов делать в неделю для начала чем каскад поэтому смотрите по себе как вам будет более комфортно чтобы было более экологично для вашего тела чтобы это не было сначала и наелись потом у вас год потом наелись потом голод чтобы организм не сошел с ума не понимает что делать все приду к вам формировать давайте ждем монтировать форматировать переформатировать до 21 чистый у александр сергеевич но вы у нас просто герой 21 чистый день если у вас кости конечно же кости мышцы будут ломить да мои огромные поздравления и почему вы у нас еще до сих пор не в чате не в телеграме и не в клубе просто какое-то удивление вот потому что у нас там ребята отписываются у нас еще пока до 21 никто не дошел нас пока четвертый день пошел друзья да и у нас там у миши было по моему максимум 20 дней ой 21 день вот сейчас он идет на более длительные там уже посмотрим да побольше попробуйте побольше ходить именно интервальные ходьбы вот еще очень хорошо с палками это знаете скандинавская ходьба когда у вас еще задействованы вот эти вот все мышцы когда у вас вы почувствуете что вас дыхание становится другим вы не пользуетесь солью или еще чем-то травы прокшаланы рекомендуете что-либо я не пользуюсь но иногда я ребятам рекомендую когда мы чувствуем что им это надо вот но это очень очень индивидуально у меня даже на сейчас на марафоне ребята которые зашли в клубе достаточно много людей зашло в клубе но два человека у меня идут по индивидуальной программе то есть мы с ними списались и они у меня идут по индивидуальной потому что у них есть свои особенности поэтому заходите я больше десяти километров не могу сейчас блин 10 километров это достаточно это все александр сергеевич сейчас на лыжах ну просто вы наш герой александр сергеевич мы вас ждем на детоксе потому что мы прям вообще восхищение александр сергеевич А, у меня тянет звук. Ага. Что случилось? Все по-прежнему вроде бы. И сейчас тянет? Ну, пока у меня нет здесь вопросов. Переподключаться тебе, Паша говорит. Ага, ну а сейчас Лидия... Завершим быстрее. Да, ну сейчас ответим на вопросы и будем завершать. Александр Сергеевич пишет, но у меня такое ощущение, что есть не буду больше вообще. Так возможно, но вы нам скажете, насколько это для вас возможно. Возможно, и так будет. Возможно, что месяца через два, через три вас психика выбросит. Возможно, вы пойдете дальше. Но если у вас непроработанная психика, то она вас все равно выбросит на... Возможно, даже через три или через четыре месяца. То есть кажется, что уже такой срок прошел, что я уже автоном-автономный. А нет. Вот бывает и так. Бывает и выбрасывает на таких длительных сроках. Посмотрим. Если будет больше сорока дней выходить или можно навсегда, это уже по вашему ощущению. То есть я не могу дать вам общей такой рекомендации. Вот прямо вот здесь вот. Нужно смотреть. Это же зависит от многих факторов. Где вы живете, в каком регионе, какой чрезвычайной пояс, сколько вам лет, как вы питались до того, как вы заходили на эти автономные дни, был ли у вас алкоголь и сигареты, насколько часто у вас был секс. Это тоже очень важно. То есть здесь столько-столько моментов. И чем больше я этих моментов узнаю, тем больше я скажу, с чем вы можете столкнуться. Но это не обязательно, что вы с этим столкнетесь. Но вы будете знать, что может быть вот такое. Вот я бы так ответила. Отлично. И здесь у нас вопрос от Михаила относительно того, как добавится в Телеграм. Михаил, у нас под каждым видео есть ссылка на Телеграм, школа автономии. Да, ведь это? Да, да, да. Это абсолютно бесплатный канал, где просто общаются и делятся исключительно своим опытом. Без реклам. Без реклам. Ну, это хорошее время, когда в Москве через час с копеечками начинается старый Новый год. Ну, бросается желание, кстати, я же наушники относительно желания. Можно надо все это пока? Тебя очень-очень тянет. Ай, тянет. Так, друзья. Ну, я понимаю, что это так. А слышно, так получше или нет? Очень плохо. Значит, останется на следующей неделе. На следующей неделе. Да. Зайдем еще раз. Будем, наверное, заканчивать, потому что, да, уже там подписает. Ничего не понятно, вот Паша пишет. Спасибо огромное, ребят, что были, задавали вопросы. Спасибо, Риммочка, тебе. Спасибо, конечно, Автополстару за таких прекрасных спикеров, которые у него на канале все больше и больше. Это очень здорово. И люди пишут огромные отзывы, благодарности даже мне, потому что они думают, что это и мой канал. Поэтому огромное спасибо всем, ребят. И присоединяйтесь, присоединяйтесь в клуб, присоединяйтесь к эфирам. И твой. Спасибо, Паша. Присоединяйтесь к марафону. И, конечно же, ждем вас в марафон и на ретрит. Всех буду рада видеть. И всех обнимаем. Спасибо. Пока. Пока.